МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите проект «Лучшие моменты РФПЛ». Сегодня мы выберем самые яркие голы, вратарские спасения и эпизоды очередных двух туров Премьер-лиги, чтобы показать их крупным планом. Это наш футбол. Смотрите в программе. Противостояние двух лучших команд последних лет. ЦСКА «Зенит», чего не хватило лидеру для продолжения победной серии. Кристиан Набо вернулся в Россию, на что рассчитывает именитый эквадорец Ростове. Из второй лиги в Лигу Европы и сборную России. В чем секрет успеха Юрия Газинского? Лучшие моменты прошедших туров. В этом выпуске покажем и самые красивые голы, и наиболее важные вратарские спасения. Вы смотрели лучший момент РФПЛ. Чемпионат набирает обороты. Пожалуй, главное противостояние первого круга – матч последних чемпионов в ЦСКА и «Зенита». Вернувшись после паузы, связанной с играми сборной России, две лучшие команды страны украсили восьмой тур. К отчетной встрече команда Леонида Слуцкого подошла в статусе единоличного лидера чемпионата. ЦСКА добился рекордных в своей истории семи побед в семи матчах. Действующий чемпион страны «Зенит» на старте сезона пробуксовывает и отстает от армейцев на шесть очков. Битва двух столиц полностью оправдала ожидания болельщиков и стала настоящим украшением футбольной осени. Несмотря на игровое преимущество «ЦСКА», «Зенит» сумел уйти от поражения в самой концовке и сохранил чемпионскую интригу. Первые, наверное, 35 минут доминировал ЦСКА. Значит, играл очень агрессивно, играл, я бы сказал, так, очень активно. С первых минут матча старался играть действительно первым номером. Вот. Последние 10 минут, мне кажется, преимущество было уже у «Зенита», особенно после реализованного пенальти. Практически ЦСКА отдал свою игру, если бы пенальти забили. Но всегда так бывает. Не забил, тебе забивают. И надо отметить несколько моментов. Это Смольников в концовке, вот этот его проход сумасшедший просто. Алан Загоев при счете 2-1 в пользу ЦСКА мог снять все вопросы и фактически принести своей команде восьмую победу подряд. Но его остановил Юрий Ладыгин. Сейф-ротаря «Зенита» после удара с пенальти – ключевой момент матча. Если бы Загоев забил пенальти, я думаю, там все было бы решено. Но, тем не менее, до последнего «Зенита» сражался и в итоге забил второй мяч. Это очень нервное дело, когда ты выходишь и понимаешь, что одним ударом можно или возвеличить, или поднять команду, или прибить команду. В матче седьмого тура против Кубани и в противостоянии с «Зенитом» вновь на очень высоком уровне сыграл капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Краснодарская победа надолго запомнится болельщикам армейцев. В добавленное время капитан ЦСКА взял пенальти в исполнении Лоренца Мельгареха и на волне успеха серьезно помог сборной страны в важнейшем поединке со шведами. Я думаю, с 2003 года, когда Игорь Акинфеев стал в ворота ЦСКА и уже практически на протяжении 12 лет является бессменным лидером не только в клубе, но и в национальной сборной. И я бы добавил сюда игру со Швецией, когда потрясающие, так сказать, сейфы были у Игоря. И мне кажется, то, что наша сборная выиграла, во многом это заслуга Игоря Акинфеева. Сегодняшнее поколение, оно где-то, вот все время должны эмоции быть, эмоции. У Игоря в какой-то момент эти эмоции пропали одно и то же. Одни и те же стадионы, одни и те же болельщики, одни и те же крики. И вот сейчас именно для меня самое главное, Акинфеев был, остается и будет лучшим вратарем своего поколения. Тут вопросов никаких нет. Это выдающийся вратарь. Я считаю, что, наверное, в Когорту уже вратарей таких, как Досаев, как Акинфеев, это вот уровень таких вратарей, особо, который Досаев, если выделялся там в советское время, я думаю, Акинфеев в России, наверное, самый сильный вратарь за все время, так сказать, чемпионатов, которые были. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Туромране Юрий Ладыгин свою команду спасти не смог. В Санкт-Петербурге рвал и металл француз Юанн Молло. Для многих его аренда крыльями советов осталась совершенно незамеченной, но три голевые передачи на стадионе Петровский не могли не привлечь внимания к персоне воспитанника Монако. Молло предъявил товар лицом еще в первом тайме, удачно ассистировав Георгию Габулову. После перерыва самарскую семерку уже было не остановить. Дважды французский полузащитник выдал изумительные передачи Сергею Корнеленко. Белорусскому нападающему оставалось лишь попасть в ворота. В восьмом туре Молло повторил свой же трюк и снова позволил отличиться Габулову. Еще одна голевая передача. Еще одна важная для Самары победа. Я приехал сюда ради побед, это моя работа. Я счастлив за команду и за город, счастлив за наших фанатов. Счастлив, что хорошо себя проявил в большом матче. Для меня проще играть против команд, которые чуть сильнее. В больших матчах большие игроки проявляют себя по-другому. В этом кроются настоящие амбиции и возможность проявить себя против больших соперников. Молло только знакомится с Самарой. Правда, в отличие от футбольного поля, в жизни француз очень спокоен и старается никуда не спешить. Обычно я хожу в ресторан. В остальном ничего необычного. Люблю просто отдыхать. Стараюсь находить время, чтобы посмотреть город и погулять. Но, честно говоря, я не очень люблю ходить пешком. После матча люди подходят, чтобы поговорить со мной. И если я им интересен, значит, хорошо выполняю свою работу. И это то, что делает меня счастливым. Можно так перефразировать. Мало, да? А вообще-то не мало, а очень больше, можно сказать, что он сделал с Ленитом. Такую игру, на которой правильно, так сказать, и просто приятно смотреть. По его действиям, по его отношению, характеру, оснащенности, техническому оснащенности. Мне кажется, что КГС этого взяли хорошего игрока. Дай бог, чтобы он играл на протяжении всего сезона так же ярко. Помимо Мало нашелся в составе Крыльев еще один герой. Вратарь Евгений Конюхов. При счете 1-3 в Санкт-Петербурге уроженец Владимирской области, а значит, земляк Юрия Ладыгина, взял пенальти в исполнении Халка. В Турмпольже 13-й номер Самарсов и вовсе отыграл на ноль, добившись четвертой победы в сезоне. Впрочем, парированный 11-метровый удар сам Конюхов подвигом не считает. Ну, вы знаете, вы уже человек 15-й или 20-й, которые меня будут спрашивать. Я всегда говорю, как бы, решайте сами. Сейчас экспертов очень много на телевидении, в жизни, где угодно. Они всегда все знают. Я поэтому говорю, решайте сами, вы все знаете. А вот так сложилось, да, поймал. Хорошо. Если бы я в этом сезоне из 3-3 поймал, еще можно было кому-то какие-то советы давать, как правильно, как неправильно нужно поступать. Но я из 3-х только один отбил, поэтому о чем могу говорить. Тем не менее, взять пенальти от Халка удается далеко не каждому вратарю премьер-лиги. Особенно, когда такой сейв приносит победу твоей команде. Конечно, положительно. Тем более, в Питере команда наша, например, из Кольцоветов 8 лет не выигрывала их. То есть, естественно, море положительных эмоций. Я рад, что я в тот, как бы, ну, считаю, трудный момент смог помочь команде, принести пользу. То есть, для меня это очень большая такая награда и в эмоциональном плане, и вообще, как бы, это очень приятно. Евгений Конюхов скромный человек. Но оно и не мудрено, если учесть его абсолютно незамысловатую жизненную историю. Я с маленького города, города Мурома, оттуда вообще, как бы, в принципе, тяжело выбраться. Вот. И, может быть, благодаря каким-то вот таким выделениям, успехам, может быть, и получилось добраться до крыльца этого. То есть, у меня во второй лиге так было, сложилось. То есть, в первой лиге сложилось там. Но я думаю, что это с Божьей помощью так оно происходит. То есть, я рад, что со мной такое произошло. Спасибо ребятам, которые помогали, в принципе, все это достигать. Тут секрета никакого нет просто. Ну, так сложилось. 28 лет. Возраст для вратаря замечательный. Но голкипер Самарского клуба вполне мог заявить о себе в премьер-лиге еще несколько лет назад. Я, конечно, хотел играть в премьер-лиге намного раньше, когда еще в торпеду. Но торпеда просто не готова оказалась в премьер-лиге. То есть, я это увидел. Мне немножко, как бы, это не очень понравилось. Тем более, что, когда пропускаешь голы, это пропускаешь через себя, потому что ты последний рубеж. То есть, я довольно-таки болезненно ко всему этому отношусь. И я не захотел провести очень сложный для себя такой сезон в психологическом плане. То есть, я подумал, что лучше для... Даже вот сделать шаг назад и потом сделать два вперед. Но, в принципе, оно так сейчас и получается. Отдельная история последних двух туров. Кадровые изменения в Рубине. По итогам седьмого тура, в котором Казанский клуб поступил в Мордовии и оказался на самом дне таблицы, было принято решение о расторжении контракта с главным тренером Ренатом Белелединова. А уже сразу после победы над «Локомотивом» в восьмом туре новый президент Рубина Ильсур Медшин дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Олег Кузьмин, Портнягин. Классно! Вышел из ворот Гильермену, не стал сразу убить Эдуарда. А все равно! Гол! 1-0! Выходит вперед Рубин! Первая домашняя победа при своих заполненных трибунах. Рубин дал надежду. Второго старта уже не будет. Но финиш еще впереди. Что такое Казанский Рубин? Это один из символов на сегодняшний день Татарстана, Казани. И мы, будучи той командой во главе с нашим президентом, которые привыкли побеждать и брать высокие планки, конечно же, не можем себе в футболе позволять быть внизу турнирной таблицы. Поэтому задачи самые высокие. Он символ перемен. Новому президенту предстоит многое сделать. Его ждали, на него надеются. И он, как каждый болельщик, верит в лучшее. Его любовь к игре миллионов, наша поддержка и удача должны помочь Рубину вернуться в игру. Не сегодня я стал болельщиком Рубина, как один из членов учительского совета. Мы всегда следили, всегда переживали на трибунах. Но, конечно, будучи президентом, волнение не вдвойне, а кратно выше. И для нас было важно победить, для всей команды, не только для меня, как и для президента. Сегодня пришли болельщики. Мы давно не видели на трибунах такое количество болельщиков у Рубина. Спасибо им отдельно. Я хочу поблагодарить настоящие болельщики. И они верят в команду, пришли. И спасибо нашей команде, что они показали очень организованный, красивый, открытый комбинационный футбол. И результативные три мяча. Мы давно тоже столько не забивали. Мне очень приятно, что доверяют молодым игрокам. Поэтому я рад и за команду. Спасибо ребятам. Все бились. Все были одно целое. И огромное желание было победить. Теперь, надеемся, и болельщик вернется на трибуну, и наша удача вернется к нам. И нам, дай бог, попрет. Только что вообще нулевые, никакие, потухшие, все. И вдруг тренеры убирают, и команда играет. Такой тайм, так азартный. Естественно, руководство принимает абсолютно правильное решение. И матч, который команда проводила с Локомотивом, ну, это все-таки, я считаю, лучший матч Рубина за последнее время. Смена руководства, тренерского состава. Это, конечно, от этого не уйти. Но каждый игрок понимал, что на этом жизнь не заканчивается. Поэтому много бесед проводилось. В частности, сами игроки между собой. Знаковое событие для премьер-лиги состоялось буквально на флажке летнего трансферного окна. В Россию вернулся двукратный чемпион страны Кристиан Набоа. Неудивительно, что бывшая звезда Рубина решила снова засверкать под руководством любимого тренера Курбана Бердыева. Полгода я находился в Греции, играл за ПАОК. Но когда получил предложение от Курбана Бикеевича в России, дважды не думал. Сразу приехал сюда. Мне было несложно адаптироваться к команде, потому что знаком с тренером и знаю его требования. Плюс ко всему, я отлично знаю многих партнеров по команде. Поэтому освоиться не составило проблем. В своем первом же матче за новый клуб Набоа забил красивый мяч в ворота Амкара и принес Ростову важную домашнюю победу. Я видел, что Калачев получил мяч. Потом он отдал мне пас. Первое, о чем я подумал, нужно забивать. Удар получился в девятку. Это очень хороший гол. Многие южноамериканцы, приезжая в Россию, в первую очередь сталкиваются с проблемой более сурового климата. Ростов в этом смысле – большое исключение. Южный город неизменно радует своей солнечной и теплой погодой. В чем Кристиан и его семья уже успели убедиться. Ростов – очень хороший город. Мне и моей семье комфортно жить в тепле. Кстати, очень интересный момент. В зависимости от температуры люди более открыты и дружелюбные. Не хочу сказать, что в Казани или Москве было плохо, но как только семья перебралась в Ростов, у нас появилось много друзей. Нам очень нравится в этом городе. Проблем с общением в Ростове у Набоа быть не может. Ведь в команде хватает бывших партнеров по Казанскому Рубину. Не могу никого выделить. Хорошо знаю многих ребят в команде. Еще со времен Рубина отлично общаюсь с Бухаровым и Сесаром Навосом. Наверное, больше всего общаюсь именно с Сесаром, потому что он говорит по-испански. Эквадорский полузащитник всегда славился своим поставленным ударом и тонкими передачами. Именно на него Курбан Бердыев может рассчитывать как на связующее звено. Конечно, играть в атаку всегда проще. Это красивее, зрелищнее. Но в футболе важно уметь и атаковать, и обороняться. Мне нравится, когда мы работаем всей командой. Когда в обороне отрабатывают несколько игроков, а все остальные атакуют, это неправильно. Должен быть баланс. Удачный старт карьеры в Ростове настраивает на оптимистический лад. Но Кристиан Набоа старается не загадывать на будущее и живет сегодняшним днем. Я никогда не думаю о том, насколько останусь в команде, потому что я могу перейти в какой-то другой клуб уже зимой. Или, например, может произойти смена тренера. В футболе очень много факторов. Сейчас мне хочется наслаждаться игрой, помогать команде и стараться показать хороший футбол. Гол, который он забил, это украшение чемпионата. И можно порадоваться и за Набоу, который вернулся в наш чемпионат, и за Бердыева, которого любят футболисты. Бердыева хорошо знает и, мне кажется, использует. И, наверное, поэтому он очень старался, чтобы его заполучить. И сегодня он один из ключевых игроков. Умница Юрий Газинский, как называют его эксперты. Не самый заметный с точки зрения неискушенного в футболе человека, но крайне важный для Краснодара футболист опорной зоны. Прошел длинный футбольный путь от 2-го дивизиона до Еврокубков, медалей чемпионата России. Да и просто это длинный путь от его родины, Комсомольска-на-Амуре до Краснодара. Вначале мне доверие в 2-й лиге тренера играть нападающим. Конечно, где скрывать не буду, потому что это была не самая лучшая позиция, где я, наверное, мог играть нападающим. Потом все-таки тренер дал мне шанс играть на мои позиции. Наверное, я правил доверие тренера и довольно-таки много сыграл матчей во 2-й лиге, после чего появилась возможность уехать уже в 1-й дивизион. Доверие тренера и удача почти всегда становятся ключевыми факторами в карьере футболиста. Юра много трудился и везде получал свой шанс. Моя задача – работать. Я говорю, что я, в принципе, стараюсь делать на каждой тренировке. Самодача, самодача, еще раз самодача. Ну и, конечно, не без, как вы сказали, удачи. Это в футболе, наверное, как и в другом виде спорта. Везде нужна удача, без нее никуда. В первую очередь я хочу, чтобы у меня не было травм. Почему? Потому что концовка чемпионата у меня были травмы. И выбили меня из калии. И было тяжело потом втягивать в чемпионат уже по ходу. Вот, конечно, это самое главное. Второе, наверное, что вместе с командой надо добиваться новых успехов, идти к поставленным целям, добиваться. Так еще не приходилось становиться чемпионом. Конечно, хочется что-то выиграть. Вот, и, наверное, я не исключение. У меня тоже все футболисты хотят. У нас многие ребята уже были, играли в Лигу чемпионов, становились чемпионами. Вот, конечно, хочется вместе с командой выиграть какой-то трофей. Оглядываясь назад, Юрий вспоминает, что было много работы, много трудных матчей. А сам смотрит вперед. Это его принцип. Если брать футболе, то, я думаю, лучший момент еще впереди будет. А если что касается жизни, то, наверное, я женился. Вот, и я думаю, что в семейной жизни мне еще, наверное, будет моя уже нынешняя жена будет помогать еще больше играть и прогрессировать, и вместе мы будем сильнее. В середине программы наш хит-парад лучших голов седьмого и восьмого туров. Голы футболистов Терека нечасто попадают в хит-парад десяти лучших, но результативная комбинация матча с Уралом того явно заслуживает. Мацей Рыбус и Олег Иванов на двоих сотворили небольшой шедевр и перевернули ход игры в Екатеринбурге. Далеко не каждый футболист премьер-лиги может похвастать красивым голом, забитым на стадионе Петровский. А вот Георгий Габулов может. В седьмом туре его крылья советов добились сенсационной победы, а сам полузащитник Самарцев от души пробил поворотом Юрия Ладыгина. Давненько Александр Самедов не попадал в наш хит-парад. Полузащитник Локомотива решил исправиться и забил отличный мяч Рубину, да еще и со штрафного. Казанский бразилец Карлос Эдуардо если уж и забивает, то по большей части делает это неординарно. С Локомотивом полузащитнику Рубиной матч явно удался. Чего только стоит его удар за шиворот Гильерме. Квинси Промес давно приучил нас тому, что забивает очень легко, словно на тренировке. Так произошло и в игре восьмого тура против Ростова. Полузащитник Красно-Белых из-за пределов штрафной изящно пробил в дальний угол, благодаря чему Спартак победил. Шикарный пас Алан Адзагоева. Отличная скидка Георгия Щенникова и гол с Эду Думбия. Благодаря яркой комбинации пробивается на пятую строчку в списке самых красивых за последние два тура. Потрясающий дальний удар в матче против Динамо нанес опорный полузащитник Краснодара Адил Ахмедов. С левой ноги из-за пределов штрафной он бьет не так часто, но в этом случае попал точно в дальний угол. Без шансов для Владимира Габулова. Возможно удар не аса и не назовешь самым красивым. Но перед тем, как забить свой феноменальный мяч нападающего Локомотива оставил в дураках сразу двух защитников Краснодара. А это большое дело. Федор Смолов уже приучил нас тому, что, как правило, забивает красиво. Гол в ворота Локомотива исключением не стал. Нападающий Краснодара легко, словно на тренировке, убрал Дмитрия Тарасова и нанес неберущийся удар в дальний угол. Феерическим стало возвращение Кристиана Набова в чемпионат России. Сам первый же матч из-за Ростов Эквадорец забил феноменальный по красоте мяч, который к тому же оказался победным. Наслаждайтесь. Совсем скоро треть чемпионата будет позади и уже можно говорить о фаворитах турнира. ЦСКА продолжает держать соперников на приличной дистанции. Локомотив, Зенит и Спартак в погоне за лидером. Внизу турнирные таблицы высока плотности. Одна победа может позволить покинуть опасную зону. Анджи и Рубин благодаря победам над Спартаком и Локомотивом ушли с последних мест. Приятно удивляют и крылья советов. И в финале программы предлагаем вам еще один хит-парад. Моментов, которые сделали эти два тура ярче. Голкипер Урала Дмитрий Арапов своими самоотверженными действиями не позволил Мацею Рыбусу оформить дубль в матче седьмого тура. Чем и заслужил попадание в наш хит-парад. Несмотря на поражение от Динамо, Давид Юрченко во втором тайме работал, не покладая рук. Его эффектный сейф после дальнего удара Романа Забнина на девятом месте. При счете 0-1 бразилец Халк решил порвать сетку ворот крыльев советов. Но мяч пулей влетел в перекладину. Евгений Конюхов теперь явно ей должен. Капитан Спартака Артем Ребро в проигранном матче с Анджи допустил грубейшую ошибку, но и спасти сумел. Его сейф после удара Андрея Ещенко под перекладину на седьмом месте. Зенит провалил домашний матч против крыльев советов. Главный тренер питерцев Андрея Вилош-Бош не совладал с нервами и повздоровил с резервным арбитром. В результате дисквалификация на шесть матчей. Высший вратарь Спартака Сергей Письяков в матче с красно-белыми несколько раз откровенно выручил своих партнеров и стал одним из главных творцов первой победы Анджи в сезоне. Спасение в эпизодах с ударами Мавсисиана и Зелуиша дорогого стоит. Дмитрий Тарасов забивает только по большим праздникам. А Краснодару полузащитник Локомотива мог забить лучший мяч за всю свою карьеру. Но, к несчастью, после удара через себя мяч полетел не в сетку ворот, а в штангу. И снова в центре внимания вратарь крыльев Евгений Конихов. Самарский страж ворот взял пенальти от все того же Халка и полностью заслужил призовое третье место нашего хит-парада. Галкипера «Зенита» Юрия Ладыгина в последнее время регулярно критикуют. Но именно его сейф после удара Лана Цзагоева с пенальти в середине второго тайма позволил питерцам вернуться в игру и добиться ничейного результата в центральном матче восьмого тура. Как и в прошлой программе лучшим признаем сейф Игоря Акинфеева. Уже в добавленное время в Краснодаре капитан ЦСКА уверенно парирует удар Лоренцо Мельгареха и приносит своей команде седьмую победу в семи матчах. Настоящий лидер. Вы смотрели проект «Лучшие моменты РФПЛ». Увидимся через пару туров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова